Самолет из гордой аббревиатуры МИКО В 1961 году ОКБ «Микояна» приступило к работам над истребителем нового поколения, призванным заменить МиГ-21. К тому времени на вооружении ВВС США появился F-4 «Фантом-2» — первый в мире серийный тактический истребитель, способный вести ракетный бой на средних дистанциях. Другие характеристики этого многоцелевого самолета также выглядели весьма внушительно, что заставило советских военных поторопиться с адекватным ответом. После того, как самолет МиГ-21 получил широкое распространение, прежде всего, в военно-воздушных силах Советского Союза, принял участие в первых боевых действиях сейчас на территории Вьетнама, военно-воздушные силы сошли целесообразным выполнить требования к самолету следующего поколения. При этом они несколько оглядывались на «Фантом», который имел к этому времени уже многофункциональные локаторы и ракеты средней дальности. Министерство обороны хотело получить универсальный многорежимный самолет, обладающий хорошими характеристиками при полете на любых скоростях. Военные выдвинули еще одно серьезное требование. Оно было связано с теоретическими представлениями о будущей войне. Считалось, что в условиях полномасштабных боевых действий крупные аэродромы с бетонированными взлетно-посадочными полосами будут слишком уязвимы. Поэтому авиачастям пришлось бы перебазироваться на запасные площадки ограниченных размеров или погибнуть на своих базах. Новый самолет должен был уметь взлетать с укороченных взлетно-посадочных полос и полевых аэродромов. Достичь этого можно было двумя путями. За счет применения подъемных двигателей или использования крыла с изменяемой стреловидностью. Оба эти направления в то время вошли в моду в СССР и за рубежом. Первым самолетом МиГ-23, который был поднят в воздух, был вариант самолета МиГ-23-01 с подъемными двигателями. Этот самолет демонстрировался в Домодедово во время праздника, посвященному 40-летней годовщине Октябрьской революции. Самолет взлетал и садился очень эффектно. Однако все четко понимали, что если, не дай бог, произойдет какой-либо отказ, особенно отказ подъемного двигателя, на этих режимах, то создастся очень опасная ситуация. Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Жуковского настойчиво рекомендовал использование крыла изменяемой геометрии. Это позволяло создать многорежимный боевой самолет, способный решать в воздухе самые разнообразные задачи. Расчеты, проведенные учеными института, помогли новой машине справиться с проблемами устойчивости и управляемости в полете. Кроме того, потом уже оказалось еще одно очень интересное преимущество крыла изменяемой геометрии. В положении максимальной стреловидности и полетах с большой скоростью у Земли, а МиГ-23 оказался способным летать на сверхзвуки непосредственно у Земли, и существенно меньше сказывались перегрузки от болтанки. И полет для летчика был существенно более комфортный. Машина задумывалась сравнительно недорогой, способной эффективно применяться в локальных войнах, решать задачи ПВО и широко поставляться союзникам СССР. Крыло с изменяемой геометрией позволяет создать многорежимный боевой самолет. Он одновременно может быть эффективным истребителем, бомбардировщиком, перехватчиком воздушных целей и штурмовиком. Днем рождения МиГ-23 можно считать 9 июля 1967 года. После комплексных испытаний вооружения и установки более мощного двигателя, истребитель был рекомендован к серийному производству. МиГ-23 — одноместный многоцелевой истребитель. Название по классификации НАТО «Флогер». Длина 16,7 метра. Размах крыльев минимальный 7,8, максимальный 14 метров. Максимальная взлетная масса — 18200 килограммов. Силовая установка — турбореактивный двигатель Р-27Ф2М300. Максимальная скорость — 2500 километров в час. Скороподъемность — 13500 метров в минуту. Практический потолок — 18000 метров. Практическая дальность — 1950 километров. Вооружение. Скорострельная авиационная пушка калибра 23 миллиметра. Управляемые ракеты, неуправляемые авиационные ракеты, авиабомбы. Появление в США истребителей четвертого поколения F-15 и F-16 требовало адекватного ответа. Принятие на вооружение советских ВВС новой истребительной техники задерживалось. Поэтому пришлось модернизировать МиГ-23, улучшая его маневренные характеристики. Было принято решение об облегчении самолета, установке на него нового локатора, более совершенного оружия и более мощного двигателя. Так появился самолет МиГ-23МЛ, на базе которого потом был создан еще ряд модификаций. А также в этот облик модифицированы ранее выпущенные самолеты. Этот самолет получил большое признание как в Советском Союзе, так и в мире. Первое боевое применение МиГ-23 отмечено в 1974 году. В составе ВВС Ирака самолеты привлекались для нанесения бомбовых ударов по позициям курдских боевиков. В том же году, по утверждению сирийского военного командования, МиГ-23 ВВС Сирии сбил два израильских самолета F-4 по время сирийско-израильского пограничного конфликта. Новейшую советскую машину немедленно окрестили плеткой для фантомов. В ходе боевых действий советской армии в Афганистане самолет использовался для нанесения ракетно-бомбовых ударов по позициям маджахедов, а также прикрытия действий штурмовиков и бомбардировщиков у границ с Пакистаном и Ираном. Во время войны в Анголе в 1985 году на МиГ-23 летали кубинские пилоты. В ходе боевых действий ими было сбито три истребителя «Мираж» и штурмовик «Импала» ВВС ЮАР. Последним боевым применением МиГ-23 можно считать операцию «Буря в пустыне» во время войны в Персидском заливе зимой 1991 года. ВВС США, обладая неоспоримым преимуществом в воздухе, сбили шесть иракских истребителей МиГ-23. В свою очередь иракские летчики уничтожили над «Багдадом» несколько истребителей-бомбардировщиков «Торнадо». Параллельно с работами над МиГ-23 в варианте истребителя, также исследовалось несколько вариантов ударного самолета, предназначенного для работы по наземным целям и штурмовых действий в дневное время. В 1973 году на вооружение советских ВВС поступил истребитель-бомбардировщик МиГ-23БМ. Он имел более совершенное бортовое радиоэлектронное оборудование и вооружение. Самолет предназначался для действий на малых высотах. Конструкторы отказались от использования сложных регулируемых воздухозагорников. В состав вооружения включили мощную шестиствольную автоматическую авиационную пушку и новые виды ракетного оружия. На нем были освоены малогабаритные ракеты, высокоточные, воздух-поверхность. Впервые был отработан принцип «пустил-забыл». Скажем, ракета Ха-29Т. На экран летчику шло изображение с головки, его можно было запереть. И дальше ракета шла точно на цель. При этом никакой линии коррекции, передачи дам не требовалось. В 1974 году начались летные испытания еще одного ударного самолета, созданного на базе 23-го МиГа. После завершения всех испытаний истребитель-бомбардировщик получил обозначение МиГ-27. Новая машина имела самое совершенное на тот период времени бортовое радиоэлектронное оборудование. МиГ-27 стал одним из первых советских боевых самолетов, на вооружение которого поступили системы высокоточного оружия. В настоящее время это основной истребитель-бомбардировщик ВВС Индии. 4 июля 1989 года полковник Николай Скуригин взлетел на МиГ-23 с аэродрома недалеко от города Калабжек, Балтийской побережье Польши. Едва летчик начал набирать высоту, как сильнейший удар потряс истребитель. Случилось это на 41-й секунде полета на высоте 90 метров. Резко упала скорость. МиГ начал снижаться. Пилот успел отвернуть самолет от города в сторону моря и катапультироваться. Позже комиссия признала его действия правильными. Но МиГ-23 удержался в воздухе и управляемый автопилотом прошел зону действия западно-германских, американских и бельгийских ПВО. Самолет пролетел почти 2000 километров и упал на частный жилой дом в районе бельгийского города Куртре после полной выработки топлива. Самолеты МиГ-23 различных модификаций поставлялись в армию более чем 20 стран мира. Они состояли на вооружении ВВС государства Восточной Европы, союзников СССР по Варшавскому договору, а также Индии, Сирии, Алжира, Вьетнама, Египта. Модернизированный МиГ-23 до сих пор находится на вооружении военно-воздушных сил многих стран. О других боевых средствах прославленного конструкторского бюро Микояна Ягуревича в следующем фильме «Оружие». Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»